Валерий Седов В период с 24 апреля по 1 мая на дорогах Рязанской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 41 человек получил травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 249 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС выявили более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 41 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 13 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 11 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно. Выявлено свыше 800 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем. 81 нарушения совершили пешеходы. Выявлено 35 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также более 150 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 14 нарушений допустили водители автобусов. 29 апреля примерно в 21.45 в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М5 Урал 37-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, совершил наезд на пешехода 15-летнего жителя города Рыбное. По предварительной информации, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка. 29 апреля примерно в 2020 в Крепяковском районе на 208-м километре автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, 19-летний житель поселка Тума, управляя автомобилем Ford Fiesta, по предварительной информации, совершил наезд на животное, в результате чего не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 38-летней жительницы города Москвы. В результате происшествия водитель автомобиля Ford Fiesta от полученных травм скончался. Водитель автомобиля BMW и его 79-летняя и 13-летняя пассажира получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка. По всей стране, в том числе и в Рязани, регулярно проходит акция под названием «ЮИД за победу благодарит». В этот день юные инспекторы дорожного движения по-своему поздравляют ветеранов с праздником. Кто-то их навещает, кто-то готовит блюда из полевой кухни. В общем, традиций для этого дня набралось немало. Однако ученики 24-й школы решили поздравить по-своему. У нас проходит трехлоктическая акция «ЮИД за победу благодарит». Здравствуйте. Ребята из отряда «ЮНОКО-СРОГО РОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ», которые поздравят вас с праздником, с Днем Победы и пожелать удачной дороги. В таком проекте Соня участвует впервые. В паре с сотрудником госавтоинспекции она подходит к водителю и вручают ему небольшую памятную наклейку. На ней всего пара слов «С Днем Победы». После поздравляет с наступающим праздником. Водители реагируют по-разному. Сначала, наверное, переживают, потом радуются, что поздравляют взаимно. Акция «ЮИД за победу благодарит» ежегодная. Проводит ее накануне 9 мая. А сами мероприятия тоже разнятся. Ученики 24-й школы, например, раздают наклейки. В других учебных заведениях акция проходит иначе. Проходят различные мероприятия. Ребята-ЮИДовцы ходят к ветеранам, к труженикам тыла, готовят памятные открытки к этой дате 9 мая. Но вот сегодня, конечно же, в первую очередь акция проходит для водителей. Почтить память ветеранов можно по-разному. Председатель Гордумы Татьяна Панфилова заявила, что в этом году вместо бессмертного полка пройдет бессмертный автополк. И служебный автомобиль сотрудников госавтоинспекции уже украшен фотографией. В моем патрульном автомобиле портрет моего прадедушки, Святского Ивана Павловича, который прошел всю войну от ее начала до ее завершения. На войне был ранен тяжело в голову, после чего вернулся домой и получил медаль за отвагу. Как и другие ветераны, Иван Святский мало говорил о войне. Это сейчас известно, что он участвовал во многих переломных сражениях, как, например, в обороне Москвы и битве под Ленинградом. Но Александра вспоминает, что об этом прадедушка рассказывать не любил. ЮИД за победу благодарит! Для ребят акция ЮИД за победу благодарит – это еще один способ сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и поблагодарить их за победу. Подобные мероприятия пройдут и в других образовательных учреждениях региона. Водительское удостоверение – вещь необходимая. Правда, чтобы его получить, придется немного попотеть. Отучиться в автошколе, сдать необходимый экзамен, при том, далеко не всегда сдают его с первого раза. После, со всеми необходимыми документами, прийти в госавтоинспекцию и, наконец, получить это заветное водительское удостоверение. Срок его действия – 10 лет. В этом году, правда, правила продления немножко изменились. В госавтоинспекции рассказали, как именно. Сейчас заменить водительское удостоверение можно из дома, не посещая никакие дополнительные инстанции. Достаточно воспользоваться порталом госуслуги. Документов для этого нужно не так и много. Предоставить паспорт, предоставить водительское удостоверение и государственную пошлину об оплате за обмен водительского удостоверения в размере 2000. Если делать по сети, то принцип точно такой же. Водительское удостоверение, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинская справка установленного образца, плюс госпошлина. Но и с ней есть некоторые оговорки. Хотелось бы предупредить водителей, которые меняют водительское удостоверение по порталу государственных услуг. С наступившего Нового года скидка по порталу государственных услуг отменена. Но портал продолжает работать, что повышает и уверенность, и качество оказания государственных услуг. Поэтому обращайтесь через портал, вы будете приходить к своему времени, тем самым не теряя личного времени и приходя к нам, не теряя время сотрудников. Замена водительского удостоверения происходит по истечению срока действия. Однако в апреле 2022 года российские власти дату продлили. Водительское удостоверение, срок которого истекает в промежутке между 1 января прошлого года и 31 декабря нынешнего, будут действительны еще три цикла. Водительское удостоверение, срок действия которых истекает в текущем году, будет продлен на три года. Поэтому нет необходимости торопиться и менять водительское удостоверение. Меняют водительское не только по истечению срока действия. Но и если изменились личные данные самого водителя, его водительское удостоверение потеряно, либо похищено, документ поврежден или изношен, водитель получил новую категорию, у автовладельца изменилось состояние здоровья, то есть появились показания или противопоказания к вождению. При этом есть слух, что менять права нужно за полгода до того, как они утратят силу. Это мнение появилось не просто так. До весны 2017 года срок замены водительского удостоверения не регламентировался официальными документами. Тогда сотрудники госавтоинспекции рекомендовали обращаться за обменом за шесть месяцев до окончания срока действия прав. Но уже с марта того же года появился пункт Е в постановлении правительства номер 1097 о допуске к управлению транспортного средства. Этот пункт разрешал выдачу водительского удостоверения по цитата «волеизъявлению заявителя», то есть заменить водительское удостоверение можно в любое время до того, как закончится срок действия. Можно продлить права и по истечению срока действия, штрафа за это нет. Он есть в том случае, если сесть за руль с удостоверением, у которого истек срок действия. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Дорога к школе Здравствуйте, есть безопасная дорога? Да, конечно. Аккуратно, на право налево смотрим. Сегодня такая зебра дежурит возле 73-й школы. Здесь проходит акция под названием «Безопасная дорога к знаниям». Переход вблизи 73-й школы, если не опасный, то точно близок к этому. Так считают сами школьники. Казалось бы, три пешеходника – дорожные знаки. Но лихачат здесь и водители, и, как это ни странно, сами пешеходы. Здесь тройной переход на большом перекрестке. Многие переходят не по зебре непосредственно, а, скажем так, по диагонали. То есть сами пешеходы нарушают правила дорожного движения. И зачастую водители автомобилей, которые выезжают из новостроек по улице Кольной, из проезда, не всегда пропускают пешеходов. Уже были такие инциденты, чуть ли не было наезд на пешеходов, особенно на детей. Вот здесь, вот в этом вот сложность нашего пешеходного перехода. Акция «Безопасная дорога к знаниям» профилактическая. Ее организовали совместно сотрудники госавтоинспекции и представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». У каждого ученика в дневниках имеются безопасные маршруты от дома к школе. Но ими не пользуются как рекомендованными, и поэтому чаще используют маршруты, которые ближе, так скажем, к переходу возле их дома. Поэтому наша задача, в первую очередь, привлечь их внимание к данной проблеме и сформировать правильные привычки к строгому соблюдению правил дорожного движения. На «Зебре» ребята привлекают внимание школьников и их родителей яркими плакатами с призывами «Переходи дорогу правильно», а водителей дорожным знаком «Стоп». Ученица же в ростовом костюме «Зебры» разъясняла младшим школьникам, как правильно вести себя на дороге. И вместе с сотрудниками полиции помогала пересекать проезжую часть. Данная акция проводится на регулярной основе. Постараемся возле каждого образовательного учреждения провести такие акции с теми же представителями совета отцов и при взаимодействии с отрядами юных из второго движения. Потому что все-таки положительно это сказывается. И проводится и беседа с учащими, с которыми нарушают правила непосредственно, приезжая, допустим, пешеходный переход на самокате, на велосипеде. Тут же на месте мы их останавливаем, разъясняем им правила дорожного движения и вручаем информационные буклеты, на которых, соответственно, рассказывается, написано о том, какие правила нужно придерживаться, чтобы обезопасить себя на дороге. Особый контроль к тем, кто едет по асфальту на самокате или велосипеде. Сотрудники госавтоинспекции напоминают ребятам, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться. Папы, в свою очередь, вели профилактические беседы с нарушителями, вручали информационные буклеты. Акцию «Безопасная дорога к знаниям» планируют провести у каждого учебного заведения. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.